Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот как Что ты можешь мне сказать Он посмотрел на эти Евангелия Сказал да Одобряю это Действительно Ну так оно все было Эти жизнеописания Спасителя не будут И с точки зрения Богословия Неправильные Вот Но Вот вам еще один текст Который восполняет Детитры из свидетельств И поэтому у нас есть Три синаптических Евангелия Синаптические они называются Почему синаптические? Греческое слово «сюм опта» – «смотрю вместе». Оптика – «смотреть» – «сюм» – это «вместе». То есть эти три текста можно положить рядышком и смотреть, как история развивается по ним. И все эти три текста очень похожи друг на друга, за исключением каких-то нюансов. Где-то какая-то история пропущена, а в другом тексте, наоборот, история в этом присутствует. Вот, например, история Рождества Христова. У Евангиста Матфея о чем говорится? О волхпах говорится, потом говорится о бегстве вегиды, об избиении владельцев, об выводе говорится, что он искал убить Христа. А вот, допустим, у Евангиста Луке об этом не говорится, зато у него говорится о переписи, о том, что из Назарета пришли Вифрием, родители Спасителя. Говорится об обрезании, о сретении, говорится с праведным Симеономом встреча произошла, да, и с праведной Анной. Вот, о том, как 12-летний отрок Иисус потерялся в Евразийском храме. То есть у Матфея одно свидетельство, у Луки другое. Они не противоречат друг другу. Просто один на одни события обращает внимание, а другой на другие события обращает внимание. Вот, и таким образом, ну, только в шахту там порядке эти три Евангелия и как бы развивались. Какие-то описания совпадают, какие-то не совпадают, но не противоречат, они как бы восполняют друг другу. А вот если мы возьмем Евангелие Де Анна, оно как бы вообще особняком стоит. То есть там даже хронология другая. Вот смотрите, в Евангелиях, в трех синоптических Евангелиях, от Марка, от Дуки, от Матфея, там охватывается период галилейского служения Христа. То есть Христос служил в Галилее. Это проповедь Галилеи. Там очень мало говорится о том, как он ходил в Иерусалим. И вся проповедь, которая описана в синоптических Евангелиях, она длится всего один год. Ну, по хронологии, если посмотреть. А в Евангелии от Ирана говорится в основном об иудейском служении Христа, то есть о том, как он в Иерусалиме проповедовал. И именно оттуда мы узнаем, что его проповедь длилась три с половиной года. Потому что три пасхи, как раз таки известные, три пасхи служения, они известны нам из Евангелия от Ирана. Кроме того, Евангелие от Ирана, оно отличается своим особо уникальным языком. Оно писалось уже в конце первого, начале второго века, на стыке веков до. А христианство уже существовало около семидесяти лет. Была уже какая-то рецепция, то есть люди уже размышляли над христианством, они его споставляли с греческих философией, пытались каким-то образом умом познать учение Христа, приспособить это учение к своей культурной среде, выразить его в каких-то привычных философских терминах. И поэтому Евангелие от Ирана, оно очень такое философски-богословское. Оно такое очень позвученное. Поэтому Иран даже изображается как Орел. Почему Орел? Потому что он политик в облаках, в облаках мысли, богословские высоты. И вот он с этой высоты описывает нам то, что произошло со Спасителем. И это, конечно, обладает нам очень большой отпечаток. Вот, собственно, те события, о которых пишет Иоанна, их практически никто о них не писал из трех синоптиков. Синоптики. Синоптики не те, которые по году предсказывают, да? А синоптики, так называют евангелистов. Это евангелисты. Да, и в прошлый раз мы говорили с вами о чуде в Кане Галилейской, а сегодня мы с вами поговорим о беседе Иисуса Христа с Никодимов. Вот, и давайте прочитаем этот текст. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 21 стихи. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Ради, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Богом». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи старым? Неужели может он в другой раз в один дом матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может выйти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух выше, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывают со всякими рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого не знаешь?» «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства наше не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Молисей возьмёт с нею в пустыне, так должно вознесено как Сын Человеческого, дабы всякий ведущий в него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот это, я вам сказал, что сама беседа, это с первого по 21 стих. Нет, у вас, да, с собой Евангелие? Ну, может быть. Ну ладно, ничего страшного. Но мы прочитали только первые 15 стихов, потому что особенность Евангелия, это явно заключается в том, что там очень большая речь. Вы наверняка вот, когда читали, вы слышали, да, очень много, как бы говорит Иисус, очень много. У синоптиков Христос говорит очень краткими лечениями, вот. А у Евангелиста Иоанна это большие продолжительные монологи. Ну, например, беседа о хлебе жизни, или прощальная беседа с учениками, который три главы занимает. Вот очень долгая речь Христа. И вот учёные считают, что на самом деле не всё так просто, и не всё. Не всё то, что мы считаем принадлежить к Христу, да, сказанное, является на самом деле речью Христа. А считается, что, по крайней мере, какой-то процент из сказанного Спасителем, это комментарий самого Евангелия Иоанна. И вот как раз таки с 16 по 21 стих идёт комментарий Евангелиста Иоанна, который как бы продолжает стиль речи Спасителя. И поэтому учёные до сих пор спорят, что это слова Христа или слова Евангелиста Иоанна. Но как бы то ни было, посчитаем мы это словами Христа или словами Евангелиста Иоанна, мы всё равно как бы, ну разницы нет большой, потому что смысл один и тот же, да, смысл этого не теряется в Евангелии. Ну так вот, с 16 стиха, значит, читаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своему Единородного, да бы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующим Его не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал по имени Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явно были дела его, потому что они были в воде и задержаны. Ну, собственно, вот такой вот отрывочек, такая большая беседа Спасителя с Никодимом. В этой беседе, чем она важна для нас, в этой беседе есть ряд очень важных тем, которые необходимо понимать для того, чтобы вообще разобраться в том, о чём свидетельствует Евгений Иоанн. И вот, собственно, сегодня давайте мы об этих темах поговорим. Более того, эти темы очень актуальны для нашей повседневной жизни, для того, как мы с вами себя ощущаем в христианстве и для нашего представления о том, что такое христианство и что Христос вообще от нас ожидает. Значит, и давайте сначала, наверное, разберёмся с тем, кто такой всё-таки Никодим был. Значит, он называется в этом отрывке начальником иудейским. Архолдон Иудайев. Архолдон Иудайев. Скорее всего, Никодим был членом Синедриона. Вот Синедрион — это такой верховный полуорган политической, религиозной и юридической власти у иудеев. Ну, аналог нашего Совета Федерации. Самый главный там сидят — министр. Министр образования, просвещения, военный министр, экономики и так далее. И вот Никодим был один из этих людей. Состоял Синедрион из 71-го члена. По некоторым версиям, из 72-х. То есть там была какая-то своя гибкость, да? Вот, вы помните, что где его число 70 сейчас отличается у нас? 70 переводчиков, да. 70 селинарщиков. А еще раньше где? Самое первое упоминание 70 где у нас? 70. Что такое слово? 70 Акулского Ветхого Завета. В Ветхом Завете. Да. 70 народов. Помните, когда рассказывается на лимонской башне? Вот люди разберлись. Там удаётся список, называется этот список таблицы народов. То есть, по мнению древних евреев, их окружало в древности, по крайней мере, да? Вот когда разошлись цена Вьяноя по всему миру, вот от них образовались, произошли 70 народов, 70 языков. Почему 70? Конечно, например, там мы не встретим эскимосов. Вот китайцев мы там не встретим, корейцев там тоже нет. Вот, но зато там кто есть? Там есть те люди, которые населяют Египет, да, те люди, которые населяют Хамам и Месопотамию, и те люди, которые населяют Средиземноморский ареал. То есть, по сути, речь идёт о соседях евреев, да? Вот кого не видели, того не переписали. И, возможно, народов-то было больше. Но для них, для, вообще вот, для ближневосточного мышления число 70, число полуэты. Число полуэты. Айкумена. Помните? Известный мир. Семёрка, для них число полноты, да, было 70, число полноты. Поэтому 70 народов. Но сколько ещё может быть людей в мире? Ну, 70 трансы, конечно. Это полнота больше не может быть, чем полнота. И меньше тоже не может быть. 69 нет, 71 нет. Тут 70. Но у них интересно, у них вариация, потому что в Масарейском тексте идёт 70, а в Септуа 1 и в Септуа 1 и 72. То есть, вот такие вот особенности перевода. Поэтому 70, 72 – это число можно встретить очень часто. Поэтому, например, Христос избирает 70 апостолов, да? Почему 70? Потому что они идут и проповедуют. Каждому народу. Каждому народу, конечно. Каждому народу по языку. Вот. А поэтому… Где у нас ещё 70? Кто говорил? 70 старейшим израилевых было. Моисей выбрал 70 старейшим израилевых. Да? Где ещё сейчас 70 было? Ну, 70 человек в Сентерионе. 70 толковников переводчиков 70. Почему? Потому что потенциально Септуагинта предназначена всей их умением. То есть, она переводится на греческий язык. А греческий язык – это современный английский. И это язык интернационального общения. Поэтому 70. Ну, в общем, смысл в том, что Никодим был непростым иудеем, да? Который пришёл к Христу. Это был высокопоставленный чиновник. Это человек с Кремля приехал. К Христу. А Христос кто? Он простой провинциальный проповедник. Да? И смотрите, как интересно. Каждый приходит к Нему ночью. Почему? Ну, он не видит, чтобы он не пришёл. Как? Чтобы не видит, чтобы он не пришёл. Не видели, не видели. А почему? Что увидят, ну и что будет? Что-то как-то они как-то фарисеи, потому что сношаться с непонятной эффективностью. Ну, конечно. То есть, уже как-бы на Христа смотрят с подозрением. Вот. Он уже персона такая. Ну, нон-драта, да, по крайней мере. Ну, ещё не называют его богохульником, но уже какие-то нехорошие отношения, уже не какое-то нехорошее отношение к нему есть. И, а тут член, понимаете, как бы Совета Федерации. Ну, ничего себе. Вот. Приходит. И, конечно, человек может просто крест на карьере своей поставить. И Никодим это прекрасно понимает. Он дорожит в своей репутации. Но, с другой стороны, как бы, и вот эти вот слова, которые говорит Христос, и Девар, и говорит, да, молитв, как бы, они тоже его привлекают. А нужно помнить, что для евреев, вот, члены Сенитариона, это не просто такие политические вожди. Это и религиозные лидеры. Вот. То есть, в принципе, правление, ну, как бы, как это называется? Форма правления, форма правления, несмотря на то, что иудеи были цари, все-таки они себя мыслили как народ теократический. То есть, ими управляет Господь, ими управляет сам Бог. И поэтому лидеры иудейского народа, это первосвященники, вот эти люди, которые имеют какое-то непосредственное отношение к религии. Или какой-то из партий. Кстати, какие партии вы помните были у иудеев? Религиозные партии. Фарисеи. Фарисеи. Садукеи. Ессеи. Иродиане были такие. Ну, самые известные две, это были, кто поминается в Евангелии? Книжники, фарисеи, садукеи. Да. Книжники, это просто умные образованные люди, которые знают закон. Правины, ученые. Вот. Фарисеи, это именно такое общественно-политическое религиозное движение. Это орден. Что-то вроде монашеского ордена. Вот. Это, опять же, зоны-таки закона. И это хранители традиции, хранители преданий. Вот. Евреи вообще считали, что есть предание не только истинное, закон, да, Тура. Вот. Есть еще предание устное. Это комментарий для этого Туру. И Моисей написал не только закон Туру. Он еще составил первые устные комментарии, которые потом восполнялись авторитетнейшими иудейственными учителями. Но это что на роде такой святоотеческой традиции? Вот. У нас, как у нас, да, вот, переносители. Вот то же самое на самом деле. И вот фарисеи были хранители этой традиции. Саддукеи, саддукеи. Фарисеев было много. Это была очень многочисленная, очень сильная партия. Вот. Вот. Аммм. Но. Аммм. Амм. Это очень напитано греческой философией. Они были такими просвещенными. То есть, фарисеи были от народа больше, да. Вот такие старцы народные. Вот. Народные толкователи закона. А саддукеи это были такие аристократы, доктора богословия. Вот. Вот. Которые учились где-то на запад. Вы знаете, как у нас есть те богословы, которые здесь воспитывались, да. Там в монастырях наших. А есть те, которые съездили на запад, там поучились, приехали такие умные. Вот. Такие. Элита такая, да. Вот. Хе-хе-хе-хе. Да вот что-то вроде и так было. И вот Синетрион состоял в основном из саддукеев. Не из фарисеев, а из саддукеев. Хотя, конечно, представители фарисейской партии там тоже были. И в основном это были саддукеи. А, например, первосвященники, все, как бы, да, еврейские были саддукеями. Не фарисеев, а саддукеями. Вот. Или те люди, которые приближены к ним были, да. Тот представители вот именно такой политической аристократии, это все саддукеи. Вот. Они имели связь с римлянами, очень тесные контакты. Ну, в общем, да. Так. Выяснили, кто такие у нас... Что такое Синетрион? Синетрион. То есть, Синетрион управлял, по сути, евреями, как бы, да, он выносил смертные приговоры. Но, например, он не мог их привести к исполнению без санкции прокуратора, Контия Пилата. То есть, Синетрион, как мы сказали, человек богохульник, предать его смерти. Нужно пойти к Контию Пилату, заветировать свое решение. По этой комнате Христа сначала, ну, суд над ним Синетрион творит, а потом они уже идут к Пилату, потому что сами не могут его распять. То есть, ограничения были все-таки. Вот. Ну, конечно, Пилат считался, и прокураторы, и римские они считались Синетрионом, потому что, ну, это местная власть. Да, это местная власть. Итак, вот, значит, Никодим, представитель вот этой такой вот элиты, да, он приходит ко Христу ночью, старайтесь, что ему кто-то узнает. Страх ради буддейства. Вот, помните, как тоже, еще один кто у нас такой, страх ради буддейства ученик? Тоже аристократ, кстати. Как его звали? Еще один. Иосиф Римофейский. Да. Иосиф Римофейский. Они вместе с Никодимом были представителями аристократии, и вместе скрывали свое ученичество страха ради буддейства. Вот. То есть, были такие последователи Христа. Вот он приходит и начинает беседу, да, со Спасителем. И первое слово, первое слово, это слово Христа о Царстве Божьем. То есть, Господь начинает тему о Царстве Божьем. Иисус сказал ему в ответ. То есть, что Никодим спрашивает? Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Да? И Христос-то понимает, что волнует Никодима. А какой вопрос волнует всех на тот момент? Есть и Бог, нет? Ну, не знаю теперь, что Бог есть. Как? Мессия. Да что ж тут евреи? Они ждут, что придет Машиах, что проконит ненавистых землянов, и что он восстановит Царство Израиль. А что такое Царство Израиль для иудеев той эпохи? Земное государство. Земное государство. Евреи в центре, да, и поклонятся все народы. Машиах в центре, Иерусалитский храм в центре. Истинная вера распространится на всех. И мир во всем мире, все хорошо, все замечательно. И вопрос первый, ты, это ты, то есть он мучает сердце Никодима, он мучает его, ну, как бы, и он спрашивает. И Христос это видит, хоть и Никодим напрямую-то не задает этот вопрос. Он спрашивает, ты творишь чудеса. Вот такие чудеса никто не может творить, если с ним Бог не будет. И ты, Мессия, да? И что, смотрите, Христос говорит в ответ. Иисус сказал ему в ответ. Истинная, истинная говорит тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть ты, Мессия, Царствие Божие уже пришло, но где оно, Царствие Божие, которое ты принес? И Христос говорит, да, я Мессия, но в Царствие Божие нельзя войти, если не родишься свыше. Вот, давайте немножко о Царстве Божием поговорим. Значит, упоминается только два раза в Евангелии от Иоанна Царство Божие и оба раза в беседе с Никодимом. Вот это третий стих и пятый стих. Значит, в третьем стихе. Никто не может видеть Царствие Божие, если не родится свыше. И второй раз. Кто не родится от воды и духа, не может пойти в Царство Божие. Не может пойти в Царство Божие. И вот исследователи, как православные, как святые отцы, так и западные исследователи, считают, что вот это двукратное упоминание в Евангелии от Иоанна на Царстве Божие, да, и вот так рядом эти два упоминания стоят, свидетельствует о том, что все благовестие Христов в Евангелии от Иоанна стоит во Царстве Божие. То есть даже там, где прямо Он об этом не говорит, Он везде как бы подразумевает, что вот пришло Царство, о котором говорили пророки. Вот пришло Царство Небесное, наступило Царство Божие. Хотя вот само вот это выражение «Царство Божие вы больше нигде не встретите» на страницах Евангелия от Иоанна, только здесь. Но есть эквиваленты. Что такое эквиваленты? Подробия. Подробия, да. То есть синонимы. Синонимы. Какие это синонимы? Как вы думаете? Какие синонимы? Царство Небесное. Царство Небесное. Так. Вот у синоптиков, да, используется. Смотрите, какие синонимы у синоптиков. Значит, Царство Божие у них обыкновенное. Это жизнь вечная. Жизнь вечная. Сокровище на небе. Да. Спасение. Спасение. Это у синоптиков. Иоанн также использует выражение «жизнь вечная». Что понимается под этими выражениями? Давайте с вами выясним. Вот это самое важное. Значит, смотрите. Синоптики называют Царство Божие. Жизнь вечная. Сокровище на небе. Спасение. И евангелист Иоанн тоже очень часто использует выражение «жизнь вечная». Жизнь вечная. Спасение пореже. Вот. Сокровище на небе практически не используют. Нет такого выражения. Но что это, что он подразумевает? Как вы думаете? Что такое вечная жизнь? Что такое вечная жизнь? Как? Бессмертие, неумирание. Так. Что еще? То есть человек будет жить. То есть будет какое-то государство на земле, и человек там будет жить и не умирать. Так? Не на земле только. На небе. А почему тогда все ждут, что Христос нынему, вот он сейчас вот здесь на земле должен сделать царство небесное? Что и здесь, и там. В общем, смотрите. На самом деле это очень большая проблема. О каком царстве Божии вообще Христос проповедовал? Потому что много вопросов к нему, и в Евангелии встречаются разные оттенки. Но если все слова эти проанализировать, то выделяют обыкновенно два больших смысловых оттенка. Значит, первое. Первое. Царство Божие в значении царской области, то есть царской территории. Да? Господи, где твое царство? Ну вот затем холмом. Вот там начинается царство Божие. И в этом смысле, в этом смысле это какое-то эсхатологическое царство. Потому что царство Божие на земле нигде нигде. Правильно? Нигде его нет. Поэтому считается, что это то царство, которое наступит, когда? Второе предшествие. Второе предшествие. Вот закончится это время. Да? Наступит царство Божие. И Бог будет везде и везде на всей земле. Сейчас этого нет. Но это будет где-то через какое-то время. Надо подождать. Знакомо такое понимание? Мы же все, в принципе, так это и представляем. Правильно? Потерпейте, потерпейте, как бы да, и все будет нормально. И на самом деле, на самом деле, как бы в Евангелии очень часто в этом значении именно используется, ну, вот это выражение. То есть Христос проповедует царство Божие, которое наступит, когда Он придет с ангелами в силах, вот, истребит все зло. То, везде будет мир своей видливости, будет рай на земле. Рай на земле. Вот. Но есть такое понимание. Царство Божие, как именно царская власть, обладание царской властью. То есть, в царстве Божьем находится тот, у кого в руках сосредоточена царская власть. То есть, есть дегаты царя, которым он дивидировал свою власть, и они уже находятся в царстве Божьем. То есть, и в этом смысле царство Божие, оно уже есть сейчас. Христос говорит, я уже сейчас принял слово царствие Божие, оно уже сейчас наступило. Да, оно вместе со мной пришло. Вот вам атрибуты власти, вот вы уже находитесь в царстве Божьем, вы уже его участники, вы уже в царстве небесном. И помните, он говорит еще много раз, царство Божие внутри вас есть. Да. Ну и так далее. Вот. Да. Вот это в Евангелии от руки, царство Божие внутри вас есть. Уже оно пришло в мир вместе со Христом, царство Божие, оно уже внутри каждого человека. Почему только не каждый это чувствует, да? Вот. Что еще? Вот очень хорошо об этом говорит апостол Павел, царство Божие не пища и питье, но правда и мир и радость в Святом Душе. И радость в Святом Душе, да? Или то же самое. Всякий верующий в Него, это говорится, что Господь посылает Сына Своего на землю, чтобы всякий верующий в Нем не погиб, но имел жизнь вечную. Не погиб, но имел жизнь вечную. То есть уже когда придет Христос, да, всякий человек через Его сможет иметь жизнь вечную. То есть о том же самом царстве Божьем говорится. Итак, два значения, да, у нас есть. Царство Божие, как некое бесхотологическое царство, которое наступит там завтра, послезавтра, в конце времен. Но здесь на земле никогда человеку это царство Божие не стичит. Да? И все мы живем и говорим, что, ну, мне плохо. Почему мне плохо? Ну, потому что царство Божие еще не наступило. Вот. А кто виноват? Адам с Емой. Адам с Емой виноват. А еще кто виноват? Ну, кто виноват? Я. Ну, я виноват. Да? Жена виновата. Начальник виноват. Устроится такое мир, что все мы виноваты и царствия Божьего нет. И человек всю жизнь свою проводит в таком состоянии. Ему плохо, плохо, плохо. Почему плохо? А очень просто, потому что царство Божие время еще не пришло. И все виноваты. И я сам виноват. И я самый плохой. Но пройдет время и наступит царство Божие. Моя задача просто добраться терпения и подождать. Понимаете, да? А Христос говорит в Евангелии, да? И он говорит, что нет, я уже принес царство Божие. Уже принес как-то. Оно уже наступило. Оно уже есть в вас. Но это неудобное, в общем, такое, как бы неудобное решение, в общем, да? Неудобное предложение Спасителя. Потому что нужно что-то сделать. Значит, что-то я делаю не так, я не могу его раскрыть в себе. Значит, одного терпения недостаточно. Нужно предпринимать какие-то действия. Правильно? Ну, ладно. Ну, в общем, вы понимаете, да, о чем Евангелий говорит? Вот два спектра, это важный момент, важный момент. То есть, как это совместить? Как это совместить? Вот они же вроде вот эти два, как бы, аспекта вот этого учения царства Божьего вроде радикально противоречат друг другу. Одно говорит, уже в вас есть царство Божие. А другое говорит, нет, завтра наступит, послезавтра там. Терпение, терпение другому, терпение. Незвестимое, терпение. Нет, ну, хороший вопрос. Вы, точнее, мысль правильному развиваете направление. Развивайте. Хорошо. Да, да, совершенно верно. То есть, смотрите, есть у святых отцов, у святых отцов, есть такое учение, вот это учение о полноте времен. Помните, говорится, что Христос пришел тогда, когда исполнилась полнота времен. Что за полнота времен? Где он откроется, полнота времен? Речь идет о замысле Божьем, да? То есть, Господь увидел, что наступил самый лучший момент, когда он может обратиться. И в тот момент он пришел, да? И, в принципе, как бы, история, она же имеет векторное развитие, да? История имеет векторное развитие. И Господь, как бы, говорит, да, полнота Царствия Божия когда-то наступит, да? Бог будет всяческая и во всем. Зло, проявление зла, они будут уничтожены. Но причаститься вот этой полноте, которая наступит тогда, в эскатологической реальности, можно уже и сейчас. То есть, это как бы зайти в жизнь вечную, точнее, в будущий век через черную дверку. Ну, она, конечно, не такая уж черная, да? Но имеется в виду через какой-то такой ход. А что это за ход? Через Саинство. Законные, через причастие, через доброделание, жизнь по Евангелию. То есть, человек живет по Евангелию. В нем раскрывается вот эта сердечная полнота, да? Царство Божие, как бы, начинает проявлять себя больше и больше и больше. И человек, вроде, живет здесь, в этой земной реальности, да? Но другой ногой он уже стоит там, в конце времен. Понимаете? И человек, получается, он умер, возможно, он уже там воскрес. Ну, во время второго пришествия Христа, мы не знаем, это тайна, как это все происходит там, после смерти. Но смысл в том, что живя здесь, в смертном теле, да? В окружении, вот в этой жизни, да, где машины бибикают, и электрички ездят, и слякоть на дорогах. Вот я вчера по Москве ходил весь мокрый приехал обратно, но уставший злой, голодный, уже вот в этой реальности можно стать участником той эскатологической славы, когда Христос придет с ангелами, да, в полноте, как бы, да? И не будет никакого зла. И именно об этом Церковь и свидетельствует. Она говорит, вот в опыте святых. Да, вот Церковь Саровский говорит, там, радость моя каждому человеку. Выходит, ну, радость моя. Вот, это же не просто красное словцо. Он уже там. Он тем здесь, чувственным здесь, умом своим здесь, но он уже там. Потому что вот та слава последних времен, как бы, да, и Нового века, она проявилась, как бы, через его сердце и вылилась вот сюда. Ну, если хотите, такая, как бы, петля времени такая. Вот. То есть, речь идет не о двух разных царствах. Вот о чем я хочу сказать. Царствие Божие, оно одно. Оно одно. И, по сути, вся наша, вот смотрите, как интересно. Ведь у Бога нет времени, да? Он живет в вечности. И перед ним время, оно как на ладошке. И получается, наше время, наш стварный мир, ну, извините за такие, может быть, пространственные образы, оно, как бы, со всех сторон окружено вечностью. То есть, наш мир, наша история, она плавает в вечности, как в неком океане. Да? И только человеческое воле, да, вот человеческое сердце, оно мешает этой вечности, ну, как бы, проникнуть в наше время, как в наш мир, да? Вот. Вот. То есть, ну, камень лежит на душево человека. Вот. Он в свою душу Бога не пускает. И поэтому Бог не может в наш мир проникнуть. Он даже может прийти к нам в мир, а он может мураску лупить на кресте, например, да? То есть, настолько, ну, Бог дал силу человеку, да, что человек может делать с этим миром все, что угодно. И с Богом может сделать все, что угодно. Хотя мы очень часто говорим, ой, там, ну, промысел такой, значит, вот судьба у меня такая, знаете, вот, ну, снимаем так себя ответственно, знаете, там, Бог должен заменять все, что, все решить. Как бы, я, что я сам могу сделать? На самом деле, мы очень много чего самостоятельно делаем, да, самостоятельно решения принимаем. Вот. И, в частности, как бы, да, от нас зависит. Вот сдвинем мы этот камень сердца, да, у себя, и будет вот этот источник воды живой пробиваться из нашей души? Или не будет? Вот. Поэтому, чем интенсивнее работаем над своим эгоизмом, чем сильнее вот это вот коросту, да, грязное сердце снимаем, тем интенсивнее вот эта дечность начинает изменять, сливаться в эту временную действительность. И, вроде бы, я здесь, в потоке истории, но я уже и там, вот в этой эскатологической реальности. Поэтому, да, несмотря на то, что мы в Евангелии читаем, что, вроде бы, Царство Божие, тогда наступит. И уже, вроде, и сейчас здесь нет никакого противоречия, да, речь идет о том, что просто наша история разворачивается на фоне вечности, вот, и эта вечности, она находит любые лазейки для того, чтобы проникнуть вот в такую и как-то напомнить о себе, напомнить. Вот. Ага. Ну, мне пришла мысль, что, ну, про Ад, ну, так же сказано, что, ну, уже здесь, на земле, в этом состоянии человек, а там оно еще будет недостающую, вечности, да, вечности, что-то такое на крови. Ну, да, но про Ад, конечно, не очень хочется рассуждать, но, по сути, наверное, да, как бы, да, тьма внешняя. Что такое тьма внешняя? Ну, видимо, Бог, видимо, Бог, ну, помните, как Анатолус говорит, Бог потому и благ, что гиену сотворил, да, что Бог настолько людей уважает, что, в принципе, не хочет нарушать их душевный покой, и уважает их выбор, и понимает, что, ну, кому-то хорошо, как бы, не Бога жить, да, вот, самостоятельно своей жизнью, вот, заниматься своими делами, быть зацикленными на себе, на своих чувствах, вот. Жить, как бы, в своем подвальчике. Ну, хорошо этот человек, если. Вот, вы знаете, как подросток, вот, родители пытаются к нему любовь проявить, а он обиделся, закрылся, и все, как бы, его не расстроишь. С любовью к нему, с какой-то милостью, и, там, танцевать уже перед ним начинаешь, и какие-то анекдоты рассказываешь, ну, в общем, всячески пытаешься, ну, контакт наладить, коммуникацию. Нет, никакой, он как ежик. И он самый рад, потому что он не может открыться. Потому, почему не может, потому что ему больно. Больно. Вот так же, и, например, я, вот, меня обидит кто-нибудь, да, и говорит, такой, слушай, ну, давай поговорим, давай поговорим, обсудим. Я говорю, да пошел ты. Не могу я с тобой, ну, больно мне, не могу перед ним открываться. Так, ну, стоп, у меня, он прямо в сердце, понимаете, вот, осколок там торчит, да. И некоторые люди не хотят открываться. Не хотят. То есть, они, как бы, знаете, как упиваются своей обидой, своей болью, вот этим своим состоянием. Им нравится себя жалеть. Или им нравится ощущать себя какими-то, вот, такими одинокими. Такая боярмическая тоска на сердце, понимаете? Я не буду, ты герой. Ну, нравится человеку быть, как это в современной психологии говорится, быть в жертве, да. Вот он, ад. Это преддверие ада. Потому что это изоляция, это одиночество, это барьер авторитивных. И самое страшное, что? Я к человеку, а он к меня. Я говорю, да ты чего, тебе же плохо. Тебе сейчас хорошо где-то на какое-то мгновение, вот так закрылся, тебе нормально. Но потом, то есть, ты почувствуешь последствия, ну, ты провалишься, там, тоска придет, депрессия придет. Тебя мучить будет, дыра, дыра внутри будет мучить. Человек, к слову, не слышит. Он как одержимый. Это как алкоголик и наркоман в состоянии наркотического, вот этого, опьянения. Он не понимает, он говорит, ты алкоголик, ты наркоман, ты болен, как одержимый, ты зависимый. Да ты сам зависимый, я сейчас тебе дам. Не понимает человека, понимаете? Он завис. И вот, и да, открыться только, он сам может открыться. А он не хочет. И Бог точно старгаться не будет. В этом весь ужас, на самом деле, свободный мир. Да, только свободный мир. Чем вообще так не болят? Вот ужас, я не знаю. Это какая-то тайна. Если ее легко можно использовать. Не знаю. Даже не всегда понимая. Это вопросы к Богу. Какое-то воспитательное праздничное, что ли? Мы с вами подошли к тем вопросам, которые Иоанн задавал Христу, да? Иоанн задавал. Понимаете? Он кричал, зачем? Зачем ты меня родил? Зачем мне это все? Он же находился вот в этом ужаснейшем состоянии, вот этой покинутости внутренней депрессии, вот в грех какой-то своей, да? Он не понимал, зачем, что это. Ответ ему ответил, но он ответил ему нерационально, он явился, и когда все вопросы ушли... То же самое, как пророк Илья тоже уже. Я все забираю, звоню и все. Ну да, то есть много, 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 но это да, вот такие вот вещи, конечно... Да, но вот насчет Царства Божьего мы с вами немножко так проговорили, да? То есть вот это важно понимать, конечно, что... То есть Царство Божие – это некая данность, которая доступна нашему опыту уже сейчас. И что самое важное? Оно не где-то, оно внутри меня. Внутри меня. Бог внутри меня. Я и есть Бог. Святерцы так и говорят. Мы Боги. И в Салмар-Навидовах говорится «Вы Боги». Я сказал «Вы Боги есть те». То есть каждый из нас – Бог. Почему? Потому что мы созданы Богом по-своему. Мы представители Бога на Земле. Мы его оттиск. То есть если брать вот эти слова, образ и подобие, которые в еврейском тексте мы считаем, да? То там используется слово, образ, как печать. Мы берем печать и на воске отпечаточек ставим, и там отпечатка остается. На сердце. Как? На сердце. Нет, это имеется в виду, что человек… Каждый человек, то есть я… Я отпечаток Бога на Земле, да? Вот, отпечаток. Каждый человек – представитель Бога на Земле. Отпечаток Бога. Копия, если хотите. Ну, слово «клон» хорошо используется. Да, но в современных временах… Ну, слово… Ну, представитель Бога. Бога все подобные, да. И поэтому Царство Божие – что это такое? Бог во мне – это есть вот эта реальность Божественная. Она есть в каждом человеке, потому что каждый человек есть Дух. А как мы можем поставить границу между Духом и Духом? С Большим Духом. Понимаете? Дух, он вообще может быть троплен, разделен. Вот это вот некая тайна. Ну, помните, когда Бог творит человеком, он вдыхает в него дыхание жизни. И, понимаете, именно поэтому, например, появляется такая религия, как пантеизм. Пантеизм. Бог во всем. То есть, пантеисты правы в каких-то своих интуициях, да. Действительно, все божественно. Особенно человек. То есть, человек может… Вот смотрите. Любой представитель какой-то мировой религии, даже не мировой, он может вести такую сосредоточенную, внимательную жизнь, да. Итак, Берия начинает относиться к тех духовным мыслям, что он может раскрыть в себе вожественную реальность в каких-то минимальных уровнях. Поэтому в каждой религии есть интуиции. И если мы встретим кого-то из этих интуициях, мы будем его уважать. Почему? Потому что это реально мудрый человек. И он духовный человек. Может быть истинным, может быть пророчеством. Он может быть аскетом. Понимаете? И он явно не будет от дьявола. Явно не будет от дьявола. То есть, он актуализирует какой-то тот потенциал, который есть у всех людей в силу того, что силы образ Божий. И в этом смысле пантеисты должны в какой-то степени правы, да. Но христианство дальше идет просто. Оно говорит, пантеисты, они строят свои концепции, да, вот эти все богословства, на своем человечеством опыте. Это не богооткровенная религия, да. Все-таки христианство и теистические религии – это религии богооткровенные, да. Ну, иудаизм, иудреско-заветная религия, да. Вот. И, конечно же, мы понимаем, что Бог – это личность, да. Что есть личность Божественная, а есть личность и человеческая. И что, несмотря что дух, вот эта духовная реальность, она вроде как едина, она через все поступает, да. Так что на одной конце вселенной там трункнешь, на другом колокольчик зазвенит. Есть один – личность. Есть личность Божественная, есть личность человеческая. Вот это вот некая тайна, опять же, духовного мира. То есть Бог во мне. Почему Бог во мне? Потому что я образ Божий, потому что Дух, я Дух, Дух живет во мне, да. И когда я начинаю погружаться в себя, я так встречаю Бога. Я встречаю его не на небе где-то, да. На облачке. Еще не где-то. Я его встречаю и в себе, и в других людях. Ну, или в обстоятельствах, которые он посылает. Но вот именно как личность диалог с Богом начинается в себе. Поэтому Царство Боже внутри вас есть. Там же все. Все там. Там только можно встретить Бога. Ну, понятно, когда мы все-таки пишем, да, и рассказываем Боге, мы мыслим в пространственной категории. Потому что, ну, это опыт какой-то. Как нам еще об этом говорить? Вот. В общем, это отдельно интересная тема такая. Очень интересная, очень глубокая. Здесь можно бесконечно рассуждать, рассуждать, рассуждать. Вот. Но в Евангелии от Иоанна о Царстве Божьем говорится преимущественно во втором смысле. Это некая датность, она уже сейчас есть. Христос ее принес, и можно причастить ее уже сейчас. Вот. И понятно, что Евангелия от Иоанна о том, что такое мистическое. Оно будет именно вот соцветоченность на человеке. На человеке, да. Вот. В себе нужно его раскрыть, его Царство. Так. Оно уже наличное. Ну, наличество едут. Но в полноте, конечно, оно откроется в эсхатологической реальности. В полноте. Вот как некая объективная реальность. Как это будет, не знаю, да? Никто не знает, как это будет. И когда. Так. Какой-то не сказал. Да. Далее. А, ну да. Вот эта жизнь вечная, о которой я вам говорил, да? Что понятие жизнь вечная является синонимом. Синонимом Евангелия. И оно встречается на протяжении всего Евангелия. Вот специальные места выписал, нашел. Вот везде жизнь вечная. И его, конечно, можно понять как то, что уже сейчас присутствует. Вот. Вот. И это то, что принес Христос. Тоже вот интересный момент. Христос принес, да? Вот как Он принес жизнь вечную? Вот об этом мы сейчас будем говорить. Как Он нам дает ощутить эту вечную жизнь? Как Он нам дает вкусить Царство Небесного, стать Его участниками? Как Он дает нам познакомиться с Духом? Заглянуть в себя и видеть этого Духа. Вот о чем беседа с Никодимом. Понимаете? Значит, тема, получается тема беседы с Никодимом ставится в ответе Христа на вопрос Никодима. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. То есть, Царство Божие, раскрытие вот этой духовной реальности во мне, в жизни Духа, возможно только тогда, когда произведет рождение свыше. Вот весь вопрос в том, что такое рождение свыше. Как это вообще? Это бежевый вопрос, в принципе, на христианской жизни. Рождение свыше. Вот. Ну и здесь немножко, да, немножко таких вот слов. Итак, свыше, анотхен, по-греческое анотхен, да? Можно перевести и как свыше, то есть, родиться свыше, при участии каких-то небесных сил, скажем так, небесного воздействия, божественного воздействия. Или рождение снова. Снова. Заново. 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 Видимо, видимо, Никодим понимает это как рождение заново, да, то есть второе рождение. И, видимо, вот это еврейское слово, которое использовал Христос, оно, его и так можно было понять, и так можно было понять. И Никодим, как человек, как представитель ветхозаветной иудейской религи, привыкся понимать, ну, очень буквально и материально, скажем так, да. Вот, и поэтому в первую очередь он подумал, ну, как опять нужно в утробу зайти к матери и родиться. То есть это чисто физиологический процесс какой-то, да, второе рождение. Вот первый раз ребенок родился, потом второй раз ребенок родился. Хотя Христос, конечно, говорит о рождении сверху, да, и, собственно, так мы это и понимаем с вами, и так это и понимали святые отцы. И далее Христос поясняет, как родиться свыше, если кто не будет рожден от воды и духа, не может войти в Царство Божие, не может войти в Царство Божие. Ну, здесь вроде бы как для нас все понятно. Вроде бы. То есть для того, чтобы зреть Царство Божие, еще, точнее, для того, чтобы войти в Него, в это Царство, человек должен родиться от воды и духа. От воды и духа. О чем говорится? О крещении. О крещении. Да, о крещении. Совершенно верно. То есть рождение свыше – это крещение. Это крещение. В принципе, на закате первого века, когда и писалось это в Евангелии, крещение водою уже имело широкое распространение в Церкви. Поэтому, конечно, у читателя, ну, сразу же, как бы, возникал вот этот ответ, да. Для рождения свыше необходимо креститься. Необходимо креститься. То есть, необходим храм, батюшка, теплая водичка, рубашечка крестильная, крестик на беговочке. Так? Нет? Да? Сейчас. Так, ну, вот смотрите, в том-то и загвоздке, понимаете? То есть, крещение, да, мы понимаем с вами крещение, как рождение Бога, данного святаго Духа, который нам сообщается, вроде бы, как погружение в воду. Но здесь, опять же, вот как с Царством Небесным, мы должны понимать, что существует два крещения. Во-первых, есть такое понятие, как сакраментальное крещение. Что такое сакраментальное крещение? Таинство. 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 Это, нет, это, как раз таки, вот это таинство с приютами, да. Сакраментальное нечто, действие какое-то, да. То есть, вы пришли в храм, вы заплатили денежку. Сакраментальное крещение, помнишь? По старой памяти. Три тысячи, там ли, пятьсот рублей, не знаю, кому-то бесплатно нам покрасить, если денежку нету. Вам, священника, крестик, водичку, священник прочитал формулы, вот. И, вроде бы, как, человек крещен. И он действительно крещен. Вы помните, да, что крещение, оно включает два акта. Во-первых, это троекратное погружение в воду, вот, которое символизируется погребение за Христом. И миропомазание. Это два таинства считается, да. Два таинства. Вот, миропомазание, это сообщение человеку даров Святого Духа. Даров Святого Духа. А бывает так, что человек только крещен. Потом его до миропомазание будет, да. Или он был в другой религии, пришел в православие. Его не перекрещивают, если крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Его просто до миропомазание. Вот. Перекрещивают только в том случае, если он не крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, да. Александр Бартон был Которикан. Он не шел в православие. Он там был миропомазан. У галлической леви. Но здесь его вообще-то перекрестили. То есть миропомазания не было. Ну, разные практики есть. Есть разные последования, как бы, да. Я уже в тонкостях не разбираюсь. Вот. Но, да. То есть, нужно понимать, что, как бы, у нас вот эти два таинства, два акта. Да. Подружение и миропомазание – это два разных акта. Так. Вот. Ну, нужно понимать, как бы, да. Нужно понимать, что крещение – это не… Вот, согласно Евангелии от Иоанна и беседе с Никодимом, крещение – это не просто участие в обряде. Да. Это нечто большее. Вот. Согласно объяснить с Никодимом, крещение – это соучастие во всём подвиге Христа. Во всём подвиге Христа. И сейчас вот, ну, как-то это подкрутим с вами. Итак. То есть, что такое крещение в храме? Крещение в храме – это всего лишь такая, ну, скажем, символическая точка. Это символическая манифестация, да. То есть, как мы говорим, с чем мы сравним таким? То есть, в момент бракосочетания, когда жених одевает кольцо на руку невести, невеста на руку жениху, там, священник молится, молится, мы говорим, что вот они стали мужем и женой. Правда? Да ничего подобного. Потому что через дерево не разбежались. Они стали мужем и женой тогда, а что, потом перестали быть мужем и женой? Это что-то другое, да. То есть, нужно понимать, что мужем и женой два человека становятся на протяжении всей жизни своей, той самой смерти. Они реализуют себя как муж и жена. И пока они не прожили вместе, как-то, да, ну, вот, что они здесь с мужем и женой мы не можем сказать-то на самом деле. Ну, вот, если на бумаге. На бумаге, да. Ну, одни. Конечно. А вот так как мужу два человека жить, они вроде называются мужем и женой, но не муж и жена. Ну, просто сожители, как бы, такие, ну, вот, томятся друг другу, да. Вот, она ему вроде как готовит, а он ее, вроде, убьет. Понимаете? Ну, есть какой-то договор. Вот. И она закрывает глаза на то, что он там, ну, и так далее. Понимаете? И он закрывает глаза на что-то. Вот. То есть, ну, все-таки нет, причем, что-то другое, да. Вот, понимаете, в Саинском Крещении то же самое. То есть, Евангелие от Иоанна настаивает на том, что Крещение, да, Крещение Духом при помощи воды, оно реализуется на протяжении всей жизни, в том случае, если человек повторяет весь цикл, который прошел Христос. Тогда Крещение начинает себя проявлять. А как оно начинает себя проявлять? А вот тот Царство Божие, который внутри вас есть, он начинает раскрываться. Да? То есть, как лампочка начинает загораться, загораться, загораться. Атом, реактор. Не просто реактор. И ярче, ярче, ярче. Вот. А вот мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, о каком цикле идет речь. То есть, Крещение Духом Святым предполагает участие во всем подвиге Христом. Во всем подвиге. Ну, так понимал крещение апостола Павла, в первую очередь, да? То есть, помните, все во Христа крестившиеся во Христа влеклись. То есть, если человек во Христа крестился, он должен к нему облечься. Как это облечься во Христа? У апостола Павла же есть замечательные слова. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Помните, да? То есть, как минимум, как минимум, человек должен чувствоваться. Влезть. Ну, стяжать ум Христов, помните, да? Чувствовать нечто у Христа. То есть, существо Христа поменять. Стать таким же, как Он. Образ мысли, образ чувств, образ действий. То, что вы тоже сможете исцеляться? Это уже, знаете как, это уже бонус. То есть, это может быть, может и быть. То есть, человек может, как бы, стать Христа... таким носом, да? Христофорным. Но Он может не творить чудес. Вспомните Иоанна Крестителя. Конечно, Он до крещения появился. Но, по сути, Он первый, как бы, такой вот, на стыке нового Ветхого Совета. Но Он хороший очень пример. Почему? Потому что это пророк, который не пророчествовал, не исцеля, вообще чудес не творил. Но Он был глазом, вопиющим его в пустыню. Да? То есть, только голос, ангел во плоти. Поэтому на иконах ангелов крылышки изображаются. Потому что своей воли вообще человек не имел. Никакого личного пространства. Никакой личной жизни. Никакого человеческого простого счастья. Мужского, женского, не знаю. Никакого. Только служение. Заточенное подслужение. Только Богу. Только ради Него. Вот представьте вообще. Как ангелы. Как ангелы. Как ангелы. Как ангелы. Да. Вот. Вот что значит. Во Христа человек опрёмся, да, чувства, действия, мысли. Всё отдал Богу. Вот понимаете, если мы сейчас немножко даже употречёмся, вот сядем и подумаем, а что вообще находится в центре моей жизни. Вот так закроем глаза и поразмышляем. Вот куда устремляется, вот делается эта точка. Вот что в центре моей жизни находится. Вот я не знаю, у меня почему-то в голову лезет докторская диссертация, не понимаете. Ну никак не Христос. Даже не семья. Ну семья потом там на втором месте. Ещё что-то там за люди. Но первое вот так вот, чему я посвящаю свои мысли, чувства каждый день. Вот это работа, я только до боли. Ну есть у меня вот дырала или чёрная, да, если я даже избавиться от этого мало. Какая разница. Пусть будет, пусть будет. Да это без разницы. Ну надо богатство с путем. А что, это лучше от этого что ли? Не в этом дело. Я хочу просто вы поймите, вы тоже закройте глаза и подумайте, вот вокруг чего крутится ваша жизнь. И вот смотрите, ну явно это не Христос. Это что-то другое. Вот это какой-то центр тяжести. Вот это и есть наш бог. Можестой, да? Я не знаю. А почему? Диссертация это же тоже, может быть, честные? Не в этом дело, понимаете, когда... Нет. Нет. Нет, потому что диссертация и жизнь не будешь. Но вы же для людей... Слушайте, ну это какая вот хитрая схема. Не в этом дело. Да, может быть, для людей. А я не... Нет. Дело, знаете, не в том, дело в том, что... Ну вот представьте, мне диссертация отвлекает от служения, чтобы быть сосредоточенным на Боге. И думать постоянно, а что ты хочешь? Что ты хочешь? То есть, если мне сейчас скажут, что ты знаешь, но вообще не хочешь, чтобы диссертацию писать. Я скажу, да ладно? Я с ним поговорю на эту тему. А нам не надо. Надо мне ее написать. У меня есть определенные амбиции. Я понимаю, что Бог, конечно, он действует и через наши дефекты характера, и через наши амбиции. Он нас ведет. Но я чувствую, что какие-то штуки в комнате стоят и мешают вот этой потоку благодати практично в моей душу. И что очень часто мои какие-то амбиции рабочие, они вроде очень благочестивые. Я ж не просто диссертацию о том, как эффективнее совершать убийства, аборты, там, не знаю, пишу. Ну, вы понимаете, да, там всякие ЭКО, ну, вот эти штуки с биоэтикой связаны, извините. То есть, ну, то есть, как там похитрее, да, убить человека, например, да? И решить кого-то в жизни так безболезненным способом еще и правовым. Нет! У меня богословские рассуждения всякие высокие. Но вы знаете, как это может быть причиной скандалов всяких разных. Вот. И причиной того, что вот это внутри все высыхает. И ты думаешь, дрожь, что ж я? Лучше бы я пошел с детьми погулял бы в игру села поиграть. Был бы контакт там. И человек к человеку там, женой бы вы сидел, да? А что я не делаю? Она заходит и говорит, не придешь мне диссертацию пишу, мешаешь мне! Ну, это что, в этот процесс... Не в этом дело. Это понятно. Это, это, я думаю, ну, на мой, посмотрите. Бог это Троица, да? Троица. А Троица это что? Это три лица. А три лица это что? Это постоянное полноценное общение. Когда одно лицо отдает себе другому лицу безоставка, ведет в вечный круговорот любви. Способность быть всегда готовым открыться, отдать себя и принять диалог. Но диалог не в смысле болтовня, а в смысле диалога коммуникации. Вот это Симеонов Богослов хорошее выражение использует взаимопроникновение. А там Ева, почему они не следили друг другу? Они взаимопроникали над Ева. Не то, что они вот вместе с Росклистилами, нет. Это вот это эмоциональное, душевное, интеллектуальное взаимопроникновение. У одного парня заболел, другое почувствовал. Одного больно, другого тоже ебнуло. Я что-то сказал, я почувствовал, что я что-то не то сказал, потому что ему больно. То есть, сосредоточенность на человеке и через это, знаете, как увеличить насеку, как Богу все выходит. Вот смысл. И моя жизнь, в принципе, должна быть так организована. Почему к святому приходят? И он всем, радость моя. Потому что он сосредоточен на Боге, на человеке, коммуникация. Постоянно. Вот здесь. В этом моменте. Да. И он готов от всяких своих комбиций отказаться. Ну, когда важное дело, диссертация докторская по богословию. Это очень важное дело. Но можно это двинуть. Есть вещи поважнее. И вот, когда я начинаю жить так, что я чувствую, когда мне позаниматься работой и когда отложить ее. Понимаете, мне чувствую, как интуиция, как духовная. Я раз, пришел домой. А, надо подписать. Вот прям, знаете, у меня такая одержимость. У всех разная одержимость. У меня вот такие одержимости надо. Я сел и пишу. И пишу. И не замечаю, что у меня уже шарики за ролики. Что уже, как бы, кот там уже уходит мюклей там полчаса. Когда я его накромить не могу. Что со всеми я уже рассорился. А я не чувствую этого. Потому что вот я очень важную подростковую задачу решаю. Это в пользу всему человечеству. А будет плохо. Мы за свою срединку можем. Я прям в срединку говорю. Я прям в срединку говорю. Ну, как бы пояснить Иисус, если не было встречи с Ним? Все же вот так встречи с Ним? Ладно. Вы сейчас о чем говорили? Нет. Как его поставить в центр в моей жизни? Ну вот вы, в общем, очень удивитель. Иисус. Мы поняли, что это проблема. Правильно? Вы сейчас в практике переходите. Я не готов сейчас. Нет. Есть ответы. Но давайте потом порасслужбаться. Сейчас нужно немножко, чтобы вы понимали, что такое во Христа облеглись. Это когда Он в центре. Когда вот эта интуиция духовная работает. Это я знаю. Когда схаймите, а когда не схаймите. Когда написать, а когда не написать. Когда вот сделать, не сделать. Интуиция работает у меня духовная. Я всегда, у меня компас всегда на нем. Он никогда не уклоняется. Ну и уклоняется раз, и раз он вернул. Уклоняется раз, и раз вернул. Ну, уклоняться он всегда будет. Понятно? Не, ну, судя по тому уровню, который достигали наши святые. Понимаете, вот в чем дело. Процесс длинную жизнь. Процесс длинную жизнь. Как воцерковление. Как стать, как быть христианином. Не просто назваться христианином. Я говорю, что крещение это не единократный момент. Крещение. Вот то, что в храме происходит. Это просто, как вы знаете, ну, договор мы выдали. Вот, начинай путь. Ну, хорошо, посмотрим, что у тебя получится. Все. И, как бы, семечко взевается. А дальше, ну, посмотрим, что сделаешь. Пойдет, 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 не пойдет. А для того, чтобы это все заработало, механизм быть. Да? Вот как раз таки, значит, во креста крестились, во креста блютлись. Да. И, значит, дальше. Вот. Да. Важная цитата послания к римлянам. Посмотрите. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы, опять же, жить в страхе, но приняли духа усыновления, который называем Алла Кочи. Сей самый дух свидетельствует духу нашему. Нашему. Внутри, да? Вот диалог между моим Духом и Духом Божьим. Мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Наследники же Христу. Да. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот оно. Да? То есть, если мы наследники Христу и принимаем Его Дух, когда страдаем с Ним, тогда мы с Ним и прославляемся. Вот он цикл, о котором идет речь. Страдание и прославление. Страдание и прославление. Без страданий не хватит прославления. Как в отцов там. Да дай кровь, приняй дух. Дай кровь, приняй дух. Ну так уж жизнь устроена наша. Потому что Царство Божие, которое в нас спрятан на острову пея. С острову пея моего эгоизма. Да? А что он эгоизма нам слушает? А вот мой эгоизм слушает. Тебя закрыл глаза, а у меня вот доктор стоит и держался. Моя. И весь мой эгоизм, все чувства мои, все мысли. Вот все, 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 все. Оно заточено на то, чтобы подсказать. Да, да. Оно. Оно. Моя прелесть. Моя прелесть. И как только мне вселенная начинает умирать. Не, 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 не. Ты никуда идешь? Я так. Начинаю отпираться, отбиваться, как бы оправдываться. Вот как мой эгоизм работает. У меня есть цель. Я убиваюсь вот этой вот идеей. Понимаете? Как вот этот плюсик. Как бы за такую толстеную княженцу, вы понимаете, будет написано. Я. 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 Вот мне греет эту душу. Вот. Темные холодные вечера. И. Вы это же понимаете. Это же как? Это же нужно так жить, чтобы все оправдывало на это. Начиная от того, как я зубы с утра чищу. Заканчивая тем, как я с людьми общаюсь. Да. О чем я думаю? Все сосредоточено вокруг этого идола. Нет, это не значит, что я постоянно об этом думаю. Я могу, видите, трикаться на жену, на работу, на вас, как бы, да, на себя, там, да, в церковь сходить, причаститься, Богу помолиться. Это все вписывается в мою концепцию. Все вписывается. Все хитро очень впитается. Имеет все очень многоярусные, такие, знаете, вот, богословские защиты, как бы, да. Так просто не пробьешься, не пробьешь. Мой эгоизм, он все классно очень может обставить. Он профессионал. У него две кандидатские степки, понимаете? Одного богословия, другого эмофилология. Так просто его не возьмешь. Это не ухры-мухры. Вот. И, конечно, конечно, вот это вот отдирать, как бы, да, во-первых, непонятно, с чего начинать. Откуда начинать? Вот почему, бойцуки другие носить начать, что-то может? Или как? Отрастить волосы, которые не растут, как бы, да? Что мне сделать-то надо? Вложиться раньше, там, вставать позже, или наоборот? С людьми как-то по-другому общаться? Вот проблема-то в том, что я вообще не знаю, как мне разрушить эту эгоистическую структуру, понимаете? Вот в чем проблема. И поэтому, да ладно. Пусть идет, как идет, так идет. Уже и делаю, и делаю. А во-вторых, когда даже если я начинаю потихоньку, да? Ну, это страдание. Вот. Это страдание, потому что, ну, это как полностью переформатировать себя, да? Ну, покаяние, да? Ну, вообще, почему? Да. Покаяние. То есть, это что значит? Это нужно взять только материнскую плату, да? Вырвать ее с корня, и вот как-то развернуть на солнце из градусов, опять вставить в новый пазл, там, не знаю, чтобы это все зажило потом как-то. В общем, это какой-то гигантский, это, человеку это невозможно. Да. Человеку войти богатому в Царствие Божие невозможно. А вот это и есть мое богатство. Мое богатство, это мои предрассудки, мои представления, мое вообще восприятие ощущения мира. Как я вижу, как я чувствую, обоняю, слушаю, какие мысли, какие реакции у меня рождаются. То есть, это вся вот эта махина, которая называется я. Понимаете? Вот это и есть мое богатство. И почему богатство? Потому что заточено оно совсем не до Бога. А заточено оно на то, чтобы, ну, простите за такое бульгардное слово, чтобы кайфовать в конечном счете. Застегать свои правительственные цели, чтобы мне было хорошо в конечном счете. Я знаю, как надо счастье, чтобы было. Да, рай может на земле. Рай может на земле. И, конечно, вот этот вот подвиг, этот подвиг, да, ну, это какое-то страшное дело. Какое-то страшное дело. И что говорить с ним? Еще не надо. Да? Дирать от себя ветхого человека, конечно, это как с кожей. Нужно, вот самое главное, нужно еще узнать, где эти монтировочки поддикт, понимаете? А я только богами знаю. В том пределах. В том пределах. В том пределах. Понимаете? В том пределах. Это мы сейчас увидим, слава. В том пределах. Что сам не знаю вообще, за что взяться. Даже если задумываюсь, ну, два дня покажу, поддепрессую. Пойду на шашлык. И все, как бы, и в кинотеатр сходил, он отвлекся. Да что ты депрессуешь? Помните какой-то мультик Масяк? Нет. Он такой, да что Масяк, что ты там депрессуешь? Пойдем вот. И все, как бы, депрессия пошла весеннее-осеннее. И я снова живу на велосипеде, когда я с радостью жизни пишу свою докторскую диссертацию. Нет, ну когда ты, когда в уме держишь, это же не знаешь, когда мысль пришла и все, ты ее решила, что ему солишь, ему все. Ну как действительно можно вообще забыть, что ты, собственно, вообще не в работе у тебя есть? Но тут есть другая крайность, может быть, как бы, я подержался и ушел, да, а есть другая крайность, я дешу, 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 с ума скушу. Ну надо помылить там, да. То есть, действительно, они не начинают бить транквилизаторы и антиэнспрессанты. На берегу. Да. То есть, здесь две крайности, как бы, и та и та, сам ничего не сделаешь. Да, то есть, я даже сам не знаю, как мы вот стоять на колени и попросить-то, да. Вот. И, конечно, когда начинаешь об этом задумываться, вот действительно, то начинаешь заглядывать Иру, примерно, да. Ну, как-то не очень-то так случилось. Короче, везде тупик. Выход там, где Иру. А туда идти явно не хочется, понимаете? А где тупик Иру? В чем именно Иру? Ну, вот как раз-таки, в своем случае с Иру, там и произошло вот это отдирание, да, переинформативное, разлучение у Матрицы, как бы, да. И мы просто отключили и сказали, что все, что ты, как, чем ты жил, что ты представлял, это все, ну, это все не то, не то, понимаешь? Хотя там и Бог был, и добродетели были, и чистота сердца была. Понимаете, там была правильная жизнь. Но Бог сказал это только нет. Вот так. Так, так нет дома фарисеи, это же мы представляем себе, что вы такие злодеи были? Нет, это были, были традиционные люди, люди традиции. Вот у нас есть же традиция православия, русское православие. Вот наши батюшки, мы все, мы хранители русского православия. Вот точно такие же, как фарисеи, мы ничем не отличаемся. Вот, и я думаю, да даже вот эти вот, ну, фарисеи, они были, там мощная традиция была. Она очень сильная, и общинная жизнь была очень сильная. Я думаю, если бы мы с вами познакомились с ним, мы бы уважать их старёчек. Вот это авторитеты такие, это вот старцы, это наши вот те люди, которые вот с бородами такие, знаете, вот духоносные очень. Это же была Бога-тохновенная традиция. Это не просто так, знаете, они как-то там, из ниоткуда выразили в царстве, Бога-тохновенная традиция. А Христос почему сказал? Я говорю, не верю. Так как Господь говорит, если праведность ваша не призовет праведность в мире кофе, вы родите в царство, да? Да, если вы будете жить право, как с моей системой. Да, то есть, да. Если вы не родитесь от воды духа, да. Но смысл в чём, что вот эта праведность наша, понимаете, хоть мы вроде и крестились, наша праведность всегда раскатывается на уровень праведности книжников и фарисеев, и даже ниже, потому что всё-таки они были действительно праведны, если бы даже действительно неправедны. Они хоть закон исполняют. Или не знали законы. Ну ладно, давайте продолжим. И так. Значит, и дальше. Ну и самая такая яркая цитата. Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во креста Иисуса в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мёртвых славы отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти ему, то должны быть соединены и подобием воскресения. Опять тот же самый цикл. Смерть воскресения, смерть воскресения, страдание воскресения, страдание воскресения. То есть, вот мысль, которая стоит за учение во крещении. Иван говорит, она за беседой с Никодимом. То есть, человек, который хочет воскреситься крестом, привиться к этой ветви, мало только сакраментального таинства. Это должна быть жизнь. Жизнь, как умирание. Жизнь, как умирание моего эго больного. Моей самости, как Максим Исповедник говорит. Смотрите, Максим Исповедник, преподобный Святой Шестовый век, говорит, что в основе всего нашего проведения лежит два страха. Мы боимся потерять своё, потерять своё боимся, да? И мы стремимся к расслаждению. То есть, мы боимся страданий и стремимся к расслаждению. И это мотивация всех наших поступков. Всех. То есть, смотрите, внутри у меня, у меня когда ребёнок родился, второй сын, у него гипертонус. Знаете, да, что такое? Вот это есть. Я так, ну, сжатый, там, массажик делаю. В общем, прожимается потихонечку. Вот у меня внутри такая же рука, кулак сжатый, понимаете? Где-то? На духовном уровне, на уровне моих установок. Это даже не мациональный уровень, а на уровне моих установок. Я считаю, что я не должен упустить своё. И я должен, ну, как бы максимально устроиться комфортно в этой жизни. Насколько это возможно и насколько это не противоречит тем или иным правилам. Не только культурным, но и религиозной традицией. Но дачку, там, отпуск каждый год, какую-нибудь машинку. Ну, ну, надо, надо. Гарантированно надо. Ну, просто надо. Гарантированно надо. Я не упущу своё. Я держу это. Отпускать с этим, прощаться я не хочу. Я буду страдать. И получить я это хочу. Ну, чтобы как бы покомфортнее всё-таки было. Понимаете, дело не в том, что, ну, это не нужно. Я на этом сосредоточен. Сосредоточен. Плюс или минус. Но я сосредоточен на этом. И очень мне неприятно, когда мне планы нарушаются. Когда я начинаю страдать. Когда я сейчас теряю своё. Зарплату. Представляете? Вот он сейчас приходит, а потом говорит. Ну, вот так вот половину зарплатки не убедите. Послал лучше. Ну, всё. Девушка. Вы такие, аааа? Да? Ура! Слава Богу, только об этом мечтал. Ну, в общем, я боюсь потерять своё, да. И я, ну, у нас удовольствие хочу получать. Удовольствие. Сейчас, секундочку. И вот Максим Испоретник говорит, что это есть корень греха. Вот так грех и появляется. Потому что в районе изначально было по-другому. Человек был создан для того, чтобы отдавать, да, и служить. То есть человек должен быть всегда открытым. Вот. Его решают, как слава Богу, как слава Божию. То есть Адам был создан как священнослужитель. Он должен был быть в десатель. Он должен был отдавать. Еве, Ева, ему. Как в троице жизнь устроила, да? Отдавание. Вот. Через это мы утверждаемся как личности. То есть солдат, когда умирает, там, героически за други своя. Мы говорят, герой. То есть через это он утверждается. Парадокс. Умирая, утверждается как личность. И наоборот. Когда умирает с поля боя. Трус, предатель. Вот жизнь спас, а потерял себя. Помните, как Христос говорит. В воле тому, кто хочет душу свою спасти, он ее потеряет. И тот, кто теряет душу ради меня, Иван, он ее спасает. Вот. Вот он, закон. Вот он, закон. И мы. Закон греха в чём. Что такое закон плоти? Плоть. Это не просто вот это мясо с костями, извините меня. Нет. Это как раз таки в корне, это вот эта греховная установка. Хапать. Хапать. Потреблять. Потреблять. К себе. К себе. К себе. Дыру загнуть. Потому что это пустота. Под Бога нет. Поняту благодать. Я в центре. Я был. Ем. 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 Понимаете? Как житница собирала. И мы всегда думаем. Вот сейчас я нахапаю немножко. И успокоюсь. И тогда я буду добродетелем. А никогда не останавливаюсь. Никогда. Это бесконечный бег. По кругу. По кругу. По кругу. И все. И человек как бы замыкается. Превращается в некую замкнутую систему. Да? Это и есть наше эгоистическое вот, если хотите, структура. Наш эгоизм. Он везде. Он во всем. Он даже в нашем благочестии. Он в том, как мы идем в чаши. Понимаете? Как мы на источнике идем. Как мы каемся в своих грехах. Он везде. Это ядро. Потому что даже если хочешь. Зачем ты каешься? Ну, человек хочет себе хорошо сделать в конце. А зачем ты ведешь религиозную жизнь? Спастись. Что значит спастись? В том-то и дело. Ни один человек не скажет, я веду религиозную жизнь для того, чтобы служить. Служить. Везде искать волю Божию и быть полезной. Искать волю Божию и быть полезной. Искать волю Божию и быть полезной. Это другая установка. Согласитесь. Я хочу спастись и быть со крестом. А другой говорит. А я хочу просто без глаз и вообще не иметь личного пространства. Ничего. Я просто хочу служить. Будь полезной. Служить. Будь полезной. Это две принципиально разные установки. Первая гидонистическая. Она завалевана как бы, да, духовностью. Я хочу, я хочу обожиться. Треусис. Да. Обожение. Преображение. Флаворский свет. Он там таких накидает. Сверху. Я буду благодать. Как хорошо. Благодать. Полнота. В Царстве Небесном. А по сути как бы, да, это ничем не отличается от артаманского кальфа. Ничем не отличается. Только степенью, ну, там уж явно такая, знаете, ну, чувственное, да, вот какое-то удовольствие. И опасное для жизни. А здесь оно такое вот духовное. С чего-то надо начать-то? Надо начать с верной установки по Максиму Исповеннику, с верной установки. Верная установка, верная установка, согласно Максиму, значит, какая? Не обижать от страданий и не стремиться к удовольствиям. Он не искать страданий самому. Не в этом дело. Просто не обижать от страданий и не стремиться к удовольствиям, но исполнять заповеди Христа. Вопреки своему эго. Шагая в дискомфорт. Часто. Да? Это путь. Потому что сразу мое эгоистическое создание, оно будет такое... Ты что, прощение за кого просить? Дело хорошее, конечно. Дело хорошее. У него... Нет, нет, погоди, погоди. Можешь у кого угодно просить прощения и извиняться, но только не у него. Ну ты пойми как бы, да? Но у него просить... Ну ты же знаешь, я с ним уже 25 лет знаком. Вот каждый раз, когда ты хотел сделать ему доброе дело, ты чего получал? Ты вредил себе и ему. Ты ему навредишь. Ему навредишь. Не ходи, не надо. Ну ладно, пойду. Будем мудрым. Мудрым посудем. И так все, понимаете? И так все. Главное сидеть на попе ровно и ничего не делать. Потому что сделать шаг в неизвестность, в пустоту. Ты каждый раз начинаешь с чистого листа. С ничего. Как, знаете, боже мой, боже мой, ножками в пустоте. Я могу быть глупым, каким-то, ну, смешным выглядеть могу, да? Юродивым. Меня будут все становиться, говорят, да он вообще больной какой-то. Ходит, что-то, ну, ущербцем возмещает, там, деньги возвращает. Или там, извинения просят как-то. Или еще что-нибудь. Я не знаю, что. У каждого свое. Каждый по-своему сходит с ума для этого мира, как-то, да? Если знать. Ну, смысл в этом. Смысл в этом. И таким образом происходит постепенное вот разрушение вот этой эгоистической структуры. Потому что установка. Установка служить, исполнять волю. Во всем искать волю Бога и служить. Ну, слушайте, ну, мне знаете, кто очень нравится? Мне нравится вот этот образ Лизы Доктора. Да, вот посмотрите фильм? Хороший фильм. Такой добрый, хороший фильм. Она же сумасшедшая была. Тетя сумасшедшая, с приветом. Ну, сумасшедшая она была с точки зрения... Она постоянно что у нее? Служить! Безполезной! Служить! Я не знаю. А может часть? Да. Что это? Зачем это будет? Мне бы спать больше не спать. Я бы только с Соней понедумывала. Мне надо. Ну, фильм мне очень понравился. Ну, идея-то такая, понимаете? Служение. Ну, фильм, это Кукаша. Ну, ничего, Кукаша. Фильм это... Фильм, это фильм. Ну, я вам креститель, да. Ну, давайте слушать. Ну, мне просто нравится, почему я ее люблю приводить пример. Ну, потому что это наше сомнение. Он же жил по такому принципу там, да. Ну, по крайней мере, то, что в фильме, то, что он рассказывает про нее, как бы, да. Что он пытался, она как-то людям помогать. Ну, да. Она помогала, помогала, шла, помогала. Слушайте, ну, можно и не заниматься социальной деятельностью, а все равно просто с этой установкой в своей деятельности, в бытовой. Можно, в принципе, не менять свою деятельность от слова вообще не менять. Просто изменение установки. Другая мотивация. Нужно просто это понять хотя бы, да. И дать себе четки ответа. А что я вообще в церковь хожу, приезжаю и поведаю? Зачем? Ну, как? Ну, для того, что кусанцев мы можем собирать. Спастись. Ну, и понятно, этот церковь. А конкретно вот как? Вот, пожалуйста, и дает Евангелий ответ. И апостол Павел дает ему послание служения в пользу другим. Во всем еще воля Богу. Воля Бога защищает в том, что ее пользу другим гарантируют. Вот так вот. Он вместе связан. А если что-то тогда будет? Вон в работе. Я не знаю. Я вам так скажу, что каждый, вот вы на своем опыте, вы что-то сделаете, придете, поделить все, как мы с вами и обсудим. Вот так вот нужно решать эти вопросы. Мы сейчас, вот я сказал, только о каких-то самых базовых принципах, о которых говорит Максим Исповедник. Потому что здесь нету той или иной дорожек. Каждый проходит этот путь сам. Сам. В этом смысле бессмысленно подражать святым. Понимаете? Потому что у них свой путь у каждого. Свои общаются, свой путь. И каждый из них крестится в Духа Святаго по-своему. И каждый крестится по-своему. Вот. Ну ладно. Так вот. И вот интересная же вещь, да, мой Максим Исповедник? Что вопреки нужно этому действовать, вот этой установке, и тогда грех не будет рождаться. И тогда душа не будет открытой постоянно. Через боль. Ладно? Сейчас пример приведу. Пример приведу. Приведу пример. Сейчас. Ну. Пример, связанный... Связанный... Хотел совсем благочинный, например, привести. Ну. Мой благочинный. У меня есть благочинный. Вот. Я его боюсь. Кого? Я? Благочинный. А. Я его благочинный, я его боюсь. Я его боюсь. Я его уважаю. А почему я его боюсь? Потому что он постоянно делает мне какие-то замечания. Справедливые замечания. А в нём же очень, как бы, ну... Ну, как-то... Ну, чего он мне как мальчика? Мне вообще 42 года. Я ей паспорт показать планы. А он мне вечно как мальчика, понимаете? Вот. И постоянно, когда он мне сделает замечание какое-то такое, там, ну что, муторей не надо разговаривать. Я начинаю фурчать, как бы, на него. И вот жаловаться окружающим. Хотя у меня с благочинным хорошее. А точнее, мне не любят это хорошие отношения. А почему я так делаю? А потому что, когда вот он говорит мне, я тебе заметил, хоть болтать успею. Хоть болтать. Мне как-то признать, что я болтаю, и что я нарушаю правила, но как-то мне внутри очень неудобно. И мне неудобно то, что вот я как маленький сейчас. И каким образом я начинаю. Смотрите, 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 со мной дурак, со мной дурак, со мной дурак. Всем окружающим. Все ха-ха-ха и ехи. И вроде и мне хорошо, как бы, да. И всем спешно. Для них это дело. А я закрылся как-то, да, получается. Я же закрылся внутри. То есть я, да, я как бы, так сработал мой эгоизм. Нет, я мог агрессивно ему сказать, да иди ты знаешь куда ты. Я вообще как бы сам неудобно. А тут просто там неудобно. В общем. И все. Да, я могу так и видеть. В агрессию как-то, да, пойти. Но мой эгоизм по другую, в другую стратегию. Он знает, что в агрессию нельзя, в агрессию опасно. Можно получить. Вот. От владыки даже, да. Или от кого-то постарше из отцов. И мой эгоизм подсказывает мне на другую стратегию. Говорит, слушай, ничего страшного. Ты можешь не меняться, оставаться так же, как хочешь. Давай просто поджем вот этим. И он говорит, вот когда он тебе так скажет, ты просто вот начни утрулиться. А не кто-то расскажи. То есть сделай эту ситуацию смешной. И я начинаю играть такого шута, как бы, да. И все вокруг ЧКХ. Но для меня это эгоистичная стратегия защиты. Я внутри никак не поменялся. Для того, чтобы сохранить некое вот это вот состояние, вот мне так удобно. Понимаете? А если бы я, например, когда он делает мне замечание, встал на Тесфанала в России, я бы не так. Перед теми. Вот как-то так. Я постараюсь больше этого не делать. С серьезностью взглядом. Но я не знаю как. Ну, это ужасно. Потому что, вот знаете, вот как жизнь. Вот внутри начинает аж прожигать, понимаете? Иногда. Вот стыд. Вот это вот ощущение того, что ты дурак какой-то вообще здесь есть. Это нежение. Нежение какое-то, да. Ты, я ничтожество. Меня нет. О! Меня нет. У меня пустое место. Я пустое место. Меня нет вообще. Эгоист так говорит. Меня нет. К нему неприятное. Но это будет единственный верный поступок. А почему? У меня новая работа. Я обязанности. Я обязанности. Я обязанности. Я обязанности. Когда ты это. Разрешаешь этому прожить. И вот это спокойствие. Да. Да. Чувство недостойства. Но это так. Я обязанности. И освобождение. Вот. 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 Вот о чем я речь. Почему? Потому что я нахожу себя настоящим. Вот тот самый образ Божий. Если я это принимаю через боль. Вот через это трение, да? Я через который эгоизм проходит. Я это проживаю. Я проживаю. Мне больно и приятно. Я может быть даже проговариваю. А потом может быть я еще и духовно. Есть люди говорю. Или кто-то из кого-то из свидетелей. Да. Вот я не знаю. Мы близкие мысли. То результат всегда будет положительным. То есть таким образом потихонечку, потихонечку появляется мое настоящее Я. Дух. Да? Дух. Понимаете? И получается, что вся жизнь, она должна состоять из таких вот шагов. Ну, страх. То там, где мне максимально неприятно, там, там боль, это боль, страх. В основном это бытовые ситуации, на самом деле. Но есть, конечно, у каждого из нас там два такие больших камня, которые лежат в рюше. В основном это самые близкие там, да? Самое страшное, неприятное. И куча оправданий. Вот это, короче, и есть наше ворота в царственном мире, сказали, с образцами. Вот с образцами. Но подготовить себя к тому, чтобы шагнуть вот эти большие страхи нужно за счет этих вот мелких ситуаций. Мелких. Вот оно крещение. Оно здесь реализуется, понимаете? Вот оно крещение здесь начинается. Ну, как бы оно, нет. То есть, агроментально, макостно, вот уже все случилось, как бы, да? Но вот здесь оно, как бы, прорывается вот это все в оружию. Вот больше он становится, больше. Неприятная информация, согласитесь? Да, 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 да. А есть какой-то законченный вариант рождения, что вот разница в сапетом рождения и рождения? Ааа, я думаю, законченного варианта нет. И, скорее всего, на этом пути огромное количество ошибок придется сделать. Чтобы свою версию, себя, да. Вот, а, родишься именно тогда, нет. Рождение происходит в том же процессе. Ну, смотрите, вот святые, они же родились в Сарсе и Небесное. Они же тоже не сразу в мгновение стали Серафимом Саровским. Не надо думать, что они родились такими. Большая ошибка. Да, они родились такими же, как мы. И просто почему-то они вот пошли. Апостол Павел, в принципе, приоткрывает тайну какую-то, да. Помните, он говорит, данный ангел сатанин, жалов плоти. Просил я Бога, чтобы, ну, три раза просил, чтобы забрали меня. Но он не забирает. Там разные версии, что апостола Павла было, начиная от физических недостатков, заканчивая душевными болями, вплоть даже какие-то радикальные версии, такие, как бы, чтобы была похоть, его тревожила вообще сильно, да. Он разжигался. И он поэтому говорит, горе мне если благорестовать. Если я не буду служить, отдавать, рассказывать, говорить, приносить пользу, благорестовать о Христе, я буду восстанавливаться, как бы, зависать в себе, и вот эта дырка и болячка будет раскрываться, раскрываться, не будет больно, горе мне если благорестовать. Как только я начинаю говорить, благорестовать, идти в неудобную ситуацию, страшную ситуацию, да, раскрываться, открываться людям, да, будет через две потоки благорестительные проходить, и людям хорошо, и мне душа будет наполняться, 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 наполняться. Понимаете? Если мы на поле сделаем, то мы будем. Слушайте, ну, не знаю, посмотрим, если сделаем, то сделаем. Ну, в плохом опыте, значит, что-то не так было. Надо просто посмотреть, сделать работу над ошибками, не так бы делать. Ну, еще, вы можете, понимаете, конечно, все, хочется сразу сделать по-часовик. Так, на каждой часы вообще. Каждый должен пройти свой путь в ошибках, работать над ошибками, корректировать что-то, советоваться. И каждый день заодно начинать, 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 делать, 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 делать. Вы знаете, просто помните, когда вы говорили про моё, моё, а ведь по-большому что-то у человека ничего и нет. Все то, что у нас есть, это не наше. Не одежда. Мы пришли, говорят, мы пришли такие иди сюда. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Поскольку у нас время. Так. Ого! Ваш крещение! Учусь! Так. Значит, смотрите дальше. На чем основано... Вот смотрите, мы сейчас с вами рассмотрели такой субъективный аспект действенности крещения. То есть, крещение подействует тогда, если человек сделает то-то, то-то. То есть, то-то. Но есть в крещении нечто, что зависит от Бога, не от человека. От Бога. И вот это следующий вопросик. Да? Смотрите. То есть, Никодим не понял, что такое рождение свыше, он не понял, что такое рождение духа. И Господь отвечает, за счет чего крещение действует. Он как бы рассказывает, почему, если ты крестишься водой или духом, почему оно сработает. Причем это не будет зависеть от тебя. Да? То есть, он рассказывает, почему крещение действует, ну, за счет Бога, как Бог действует в крещении. А, во-первых, потому что никто не восходил на небо, как только Сын Человеческий, сшедший с небес. Да? Это беседа с Никодимом. Это ответ Никодиму, за счет чего действует крещение. То есть, с одной стороны, оно действует за счет того, что человек спогребается со Христом и он воскресает. Да? Если человек так ведет свою жизнь, спогребается, умирает, самость умирает, тогда воскресение начинается. С другой стороны, это человеческий аспект, как бы, да, человеческая работа. С другой стороны, Христос тоже сделал очень многое для этого. И вот он объясняет, что он сделал. Да? Он сшел с небес и он взойдет на небо, взойдет, будет вознесен. И вторая. Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть не сильно быть Сыном Человеческому, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да? Он имел жизнь вечную. Сейчас поясню. То есть, вознесение на крест, вознесение на крест, отождествляется Христом с вознесением на небо. Вот это интересный момент. Христос говорит, я пришел для того, чтобы быть вознесенным. Вот опять же, два значения. Что значит вознесенное? С одной стороны, мы понимаем вознесение как прославление, как то, что Господь на небо уходит, да? Но с другой стороны, вознесение, это вознесение на крест. О чем говорится в аллюзии на Моисея. Помните, Моисей в пустыне, когда евреи гибли от укусов змей, он поставил палку, на которой был медный змей. Да? И люди спаслись. Ну, евреи спаслись, и они начали расписать. Да? И здесь Господь использует этот образ. То есть, он как бы говорит, действенность крещения зависит от того, что ты спогребешься вместе со мной, и ты будешь воскресать. Первое. Но это зависит от меня. Действенность крещения зависит от того, что я пришел с небес, но я вознесусь обратно на небеса, и я вознесусь на крест. Ну, он просто говорит, я вознесусь. Но здесь речь идет о двух сторонах этого вознесения. Вознесение Спасителя – это и страдание, опять же, это и слава. То есть, опять же, вот эти два момента страдания и слава. Человек должен пострадать и воскреснуть. Господь должен пострадать и возместись. То есть, духовная жизнь предполагает движение к славе через страдания. Без этого, ну, это две монетки одной медали, без этого никак вообще. Что такое страдание, мы с вами поговорили только что, да? То есть, Христос на кресте пострадал, взяв на Себя все грехи человека, возьмется в конгресс. И Он вознесен поэтому, в славу пришел, Он прославился, Он реализовал Божий замысел, глобальный какой-то замысел. Это Его дело. Если мы хотим пойти за Ним, мы должны точно так же погрестись, быть вознесенными на крест, как мы говорим, да? И тогда только мы прославимся. Что значит быть вознесенным на крест? А это значит, вот делать те вещи, которые я произнесу моему вообще неприятны. Очень неприятны. Очень неприятны. Действовать не так, как я действовал вчера. С людьми, с самим собой и с Богом. С вещами. Не так, как я вчера. То есть, у нас в голове ключи нервных дорожек, да? Вы знаете, или как они называются? Синапсы. Нейросинапсы. Нейросинапсы. Нейросинапсы, там, все что угодно. В общем, я это, ну как бы так представляю. У меня такая фуражка, и я одеваю фуражку, у меня там извилины вот эти вот. И вот раньше мои извилины, они как бы, в них вот эта жидкость сердна, она бежала одним способом. И мысли бежали таким же образом. Я действовал соответственно с этими мыслями. А сейчас я должен взять и переписать вот эту программу. Как я ее переписываю? Очень просто. Я начинаю. Раньше как я действовал? Смотрите. Явление какое-то. Меня толкнули. Толкнули. Импульс. И я беру. В ответ. Вот так я действовал. То есть сначала импульс, потом мысль, потом реакция. когда мы переписываем обратно все, мы сначала действуем действием, совершаем то действие, которое мы не совершали раньше, да? Мы действуем. Потом появляются новые чувства, да? Формируются новые мысли. Есть замечательная формула. Жить как будто так. Вы слышали меня, да? Жить как будто так. Жить как будто так. Стараюсь так поступать. Стараюсь. И начинают формироваться там чувства какие-то. Бродить там, что-то наступает. Не сразу, конечно. Это, знаете, очень хороший пример. Это вот когда человек вкладывается. Почему? Мы любим детей, в которых вкладываемся. Потому что мы в них вкладываемся. Не потому что у нас чувства сначала. Мы их такие любим. А потому что мы тратим на них время, деньги, силы, энергию себя отдаем. И хочешь не хочешь, но будешь любить человека. Фокус. Внимание на него. То, что чувства. Все в него. А почему вот эта большая обманка? Нас романтической любовью. Огромная обманка. Потому что мы ждем чувств. Они как бы на нас сходят. То есть, грубо говоря, наши биоритмы там совпали. Влечение. Химическое. Химическое. Химия. Почему не называют химия, да? Не любовь и химия. Влечение. Для того, чтобы род продолжался. То есть, Господь, Он поэтому и установил это влечение. То есть, Он сам, в Евангелии, в Библии об этом сказано как-то напрямую. Потому что, в противном случае, род человеческий бы не продолжался. Кто-то из святых отцов об этом говорил. То ли Григорий Буцкий, то ли кто-то из капотокисов. Что если бы не было вот этого влечения мужчины к женщине, то никакой дураль бы не женился. Хм. 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 Понимаете? Вот. И поэтому Господь дал влечение, которое сильнее гэблити. Нашим. Сильнее ума. Вот. Ну, оно же проходит. Ну, два года активно, три года. Все. Биологическая программа отработана. Дал потомство. Все. У женщины есть дети. А мужчина. Ну, почему, блядь. Зачастую так бывает. Если следует в биологической программе. Если не понять это в определенный момент, да? То есть понятно, что, ну, в молодости, наверное, все мы живем какими-то, ну, мечтами. Такими, да? И пока человек не нашел свою вторую половинку, это нормально. Но потом-то, как бы, мы, этап приходит, нужно повзрослеть. И человек взрослеет через что-то, да? Вот, через какие-то трудности, свои, там, не знаю, ошибки. Но и скользло 30 человеку. Вот. И... О чем я хотел сказать? А, ну вот, да. И что? Мы ждем чувства. 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 Чувства пришло. Вроде на энтузиазме. Ну, мы на этом чувстве не делаем. Что против человека, да? Чувство проходит. Активность прекращается. И оказывается, со мной рядом вообще человек с какого-то другого человека. Он чужой человек. Он чужой человек. Он реально чужой. Он реально чужой. Потому что, ну, два разных человека. Вот. Другая семья. Он чужой. Даже брат сессой чужой. Он чужой любит свой мир. У каждого. И наоборот, как бы, да. Если я активность проявляю. Если я действия совершаю постоянно в отношении человека. Вот. Я сам как бы не люблю. Я, как бы, сосредоточиваюсь на этом человеке. Я превращаю это в навык. У меня навык заботиться о человеке. У матери навык заботиться встать, покрыть ребенка. Это навык. Поэтому вот она любовь. А любовь это духовная атмосфера. Да. Конечно. Ну, конечно. Конечно. Ну. Я, в общем, это к чему? С чего я начинал? А. Как будто. Как действия. Как будто. Да. И он говорит, если у тебя нет любви. А ты хочешь, чтобы он дал тебе любовь. Делай, делай любви. Бог видит. Это как раз в любви. И это касается не только любви. Это касается, в принципе, любой активности. Любой активности. Совершает действия. За ним придут чувства подтянутся. Мы вместе с этими мыслями подтянутся. То есть, определенная концепция с вами на мысле. Вот. То есть, мы сами властны переформатировать реальность. А как у нас часто бывает? А мы по-другому живем. Вот я как-то спорюзаю, да? Я знаю, что люди говорят. Ну, как-то я молюсь. Богу прошу Него. Я причащаюсь. А вот не входит там. Не могу я просить прийти, не могу. Вот не могу. Вот я молюсь, жду. А что ждешь? Ну, как? Вот однажды, как бы, однажды. Он Богу даст мне столько благодать. Потому что образцы тоже. Мне ничего подобного. Я говорю, ну ты иди тут таблетки там. Ну, таблетки. Пластырь там. Ну, хоть что-то сделай сначала. Да. То есть, мы сначала должны делать действия. А потом, как бы, да, мы, конечно, должны еще и таинством приблигать. Потому что мы сделаем действия. То есть, мы должны сделать максимум, что зависит от меня. Делаем действия. Формируем новые шаблоны в мозгах. На дорожке прописываем. Формируем целые чувства. Это наша работа снизу. Да? А Бог, видя наше усердие, таинство дает нам благодать. Он и так нам ее дает. Секрет, понимаете? Он и так дает. Даже если я ничего не делаю. Но если ничего не делаю. Я в церкви благодать получил. Мне хорошо. Потом я вышел за гавку. А у меня душа как будто ушла. Знаете? Из нее... Все это вышло. А удержать я не знаю как. Потому что у меня действия это старые. Господи, дай мира в семью. Пойду причащусь. Вот сейчас не буду хорошим. Причастился. Пришел домой. Только увидел эти рожи. И все. И... Ну все. Хаос дома. Опять скандалы, драки. И так далее. Потому что по старому. По старому. По старому. По старому. В психологии. Вот я сделала направление. Чувствия реализма. В психоанализе. Чувства меняются. Действия меняются. А здесь все в них. Конечно. Но психология. Ребята, психология это классная штука. Это классный инструмент. Его не нужно использовать. Очень классный транзакт анализ. Ну, например. Ну, коммуникация межличностная. То есть это изменение поведения. Потом. все те вещи, которые связаны с анализом самого себя, почему я так поступаю, почему я так чувствую, ну понятно, здесь не нужно увлекаться, наверное, и понимать, что в конечном счете все, ну, наша работа как бы совершать какие-то действия, не закапываться в себе, а есть соблазн, закопаться в себе и обвинить всех по рук, что ли, дураки, это большой соблазн, это тоже такое, будет искушение у меня обязательно, оно всегда есть, потому что всегда мое эго, оно говорит, слушай, ну хватит, ты и так уже так много сделал, да успокойся ты уже, выдохни, ну она должна подумать о своем юристическом поведении, и лучше, если она об этом узнает, и лучше, если от тебя, и начинается новый раунд, вот, ну да, поэтому хочу, чтобы в семье был порядок, наверное, да, ну что я делаю, ну я иду как бы, и по-другому веду себя там женой с детьми, ну это тяжело, вот я пытался, например, на это воскресенье с дочкой, играть, понимаете, с детьми я хотел поиграть, прихожу я домой, такой, дети, сегодня будем играть, у нас такая игра классная, write you ticket, ну, и ticket to write, не помню там, чем куда-то write, в общем поезда, поезда в Европе, там есть люди, где там классная схема, а дети уже взрослые, там 11 лет, 14 лет, ты маленькая, 5 лет, и короче, те, которые 14 и 11, они куда-то свинтили, потому что они не привыкли, слава играть, понимаете, а я говорю, слава богу, потому что между ними играть, жалобка говорит, ну ты поиграй хотя бы с маминой, ну так, гуси векли, 10 минут партии, и все, ура, фиколочки, я поиграл, 10 минут с ней мы на кубике подинали, она довольна, я довольна, типа дело сделал, понимаете, и все начались опять как бы отдыхать, вот, ну то есть это же сопротивляется постоянно, постоянно сопротивляется, даже через вот эту какой-то вот, через сонливость, через вот не хочу, да и так нормально, и так сойдет, и вот замыкли никак, ну, только постоянно, постоянно, делаешь, 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 и где-то он раз, и срабатывает, ну ты делаешь, да, ты делаешь, а мы хотим, чтобы автоматически из-за mauvaisки таинства они не станут. Нет, отчасти, друзья, понимаете, вот у всех свои ситуации, бывают, конечно, у всех своя история души, но здесь нам, наверное, каждому нужна честность какая-то, да? То есть, понятно, нам хочется сказать, что я обложен со всех сторон, мы вообще ничего не могут сделать. И только надеяться на таинство. А на самом деле человек, возможно, он очень многое может сделать, просто он боится признаться себе в чем-то. Честность именно. Трусость. Слишком глубоко придется копать. Слишком глубоко, а вот как? А это больно, а это неприятно. Придется вскрыть старые отношения какие-то, чтобы к ней ничего куда-то поднять, знаете? Это вообще неприятно. Но это такая вот, да, жизнь серьезная, духовная она. А сейчас для этого масса всего есть. Куча психотерапевтов, психологов и всего. Масса психотерапевтов, сейчас ковырнут и отправят. Да, это, конечно, гавского. Это исключение. Ну, лучше этого... Друзья, ну, опасно. Как еще? Опасно, все опасно. Да, опасно, все опасно. Да, опасно, в помощи можно. И все надеяться. Потому что разные опыты. Есть, на самом деле, как бы, есть лучшая вещь о психотерапии. И пошла о психологии, и, пожалуйста, есть психо-православную психологию, психотерапию. Ну, если захочется. Да, если захочется. Если захочется. Поэтому, карты в руки. Нет, мы тоже хотели, но ладно. Ладно. Дальше. Давайте сейчас уже заканчиваем, потому что... Да, то есть понятно, да, о чем говорит Спаситель здесь. То есть... Из сказанного что вытекает? Что вознесение Сына Человечества в Иоанна, в Новом Пеписедии стих 1. Это одно и то же, что и его вознесение на Хрест. И его вознесение в славе. Вот такой парадокс текста. То есть, смотрите, какая цепочка интересная. Страсти Христовы равно Слава Христовы, равно Воскресение, равно Вознесение. То есть, это все синонимы. Страсти, Слава, Воскресение, Вознесение. Это все вместе. Вот. Ну... И в Иоанне Георгию это постоянно, знаете, вот перебрестные всякие... Ну, это одно из другого вытекает. Вот. То есть, текст как сеть такая. Вот, вот, постоянно. Итак. Подытожим. Вознесение Сына Человечества есть объективное условие рождения от воды и духа. То есть, объективное условие действенности христианского крещения. Да? Но Вознесение Сына Человечества в страстях и славе требует и от нас, его учеников, пребывания с ним и последования с ним на этом же пяти страстей и славах. То есть, священие, подальше с подъявлением, с воскресением с Христом. Вот. Ну, собственно, волчаливо и подразумеваясь в Иоганнезе Тараду. Семенов Богослов использовал термин очень интересный. Животворное умертвие. Животворное умертвие. Как? Да. Животворное умертвие. Умертвить себя, чтобы ожить. Для того, чтобы дух ожил, нужно умертвить плоть. Плоть, я еще раз говорю, это не тема. Плоть, это как раз таки вот это моя вот система эгоистической ведро. Установки нарушения. Они формируют зло и ума. Проникают на уровень чувств. Понимаете? То есть, смотрите, меня толкнули в метро. Я скажу, будьте зимой? Я охраняю свое пространство. Животный инстинкт. Эгоистичный инстинкт. Закрытый инстинкт. Стойкий устал. Чувство злоба, раздражения, агрессия. Установка ума. Она настолько проникла. Настолько проникла. С какого проникла? С детства. Ну, засунут это качество. Конечно, да. Просто мы это не инфиксируем для этого, да? Это раздражается на чувства. А чувства на теле. Зажатости, скованности, болезни. Да? Все связано с людьми. Я начинаю менять ум. Я немножко работаю со всякими людьми, которые зависели. Вот. И когда они начинают поздоравливать, их физиология меняется. Еще раз меняются установки. Меняются чувства. Они начинают по-другому ходить. По-другому разговаривать. Это со временем происходит. Со временем. Понимаете? Они другие становятся. Вот. То же самое и здесь, да? Это все воскресенье. Есть. Когда дух активизируется. Все меняется. Чувства меняются. Все меняется. То есть, в принципе, по инфизмам можно отследить, что меняется человек. То есть, как формация, да? Когда идти, запоминяется. То есть, как это будет? Необязательно. Необязательно. Человек может бросать другую ритму. Например, да? То есть, он говорит. Все. Я перестаю жить ради себя. Я живу ради Бога. И исполняю его заповеди. Перестаю себя разрушать. Например, да? Он перестает подобрать наркотики. Да? И на него укушивается плита усталости, вдомогания и тяжести. Почему? А потому, что раньше он, хоп, закинулся. И как умирает джайзер. Понимаете? Весь день бегает. Он привык уже в этом ритме. Ну, потом, конечно, он отсыпается там, да? Сутками. Ему плохо. Ему опять дозу нужно. Он настолько введен организм, как бы, да? Что, когда он перекращает это делать, это все откатом идет. Ему плохо становится. И период очень долгой реабилитации. Вот два года, три года. Пока сбалансируется все. Пока расслабится тело. Понимаете? Ну, вообще, вот эта вот тема зажатости, она очень интересная. Да? Вот психосоматика. Потому что, понимаете, ну, если у меня внутри кулак, на уровне ума, я все держу, я все к себе и ничего не отпускаю. У меня все на уровне чувств, на уровне тела, понимаете? Я отглавываю постоянно. У меня гидротонус. Резкий. И самое интересное, что сам ты не что-то может осознавать, что-то даже делать. Но сам ты не способен за эту ситуацию. Только Бог. Вот это крещение, понимаете? Только оно. Это сотрудничество. То есть, это сотрудничество. Человек что-то делает. Бог похвастает. Заработничество. Заработничество, да. Заработничество. Так, друзья. Ну, в принципе, можно еще дольше продолжать, но мы уже не успеем, потому что... Покажите хотя бы... Сигуретные. Ну, дальше речь идет о том, что... Тема воды еще поднимается, да? Тема воды поднимается. Вот. Евангелие от Иоанна. Ты откуда же такие коды красивые? Ну, это я так миниатюры ищу специально интересные. Вот. Тема воды. И вода, это не вода, которая упоминается в Кане Галилейской. Помните, там вода неудийская, ветхозаветная такая, да? И это не вода Иоанна, который крестил. Это тоже ветхозаветное таинство, да? Это вода, которая символизирует дух святой. Да? Вода становится символом. Вода жизни, если вообще наверно, да. И здесь интересные еще параллели возникают. То есть, когда Бог творит мир, там Дух Божий носится над водами. Потом в потопе Господь посылает ветер, дух, чтобы воды потопа улюбились. Да? То есть, ну, просто интересно, как я делюсь потом на Деоданом. Дух над водой Божий. Вот. Да. И, собственно, вот две цитатки, что вода, она даже сам дух символит. То есть, с одной стороны, дух действует через воду, дух святой действует через воду. Это инструмент Духа, да? И вот в Писании часто это используется, это очень красивый образ. Это новое что-то, новая жизнь. С другой стороны, дух сам называется водой. Да? То есть, в воде мы Духа получаем. Ну, не стоит, конечно, понимать физиологию, как-то, ну, не прямо, как-то, материально, да, но таинство, таинство. И что-то еще, по-моему, было. Ну, да, это, ну, тут, это просто цитатки. Нет, там уже немножко другая тема пошла. Так. Ну, вот об этом, наверное, и хотел я поговорить с вами. Об этом и хотел поговорить. Вот, потом поговорим, может быть, в следующий раз о жертвоприношении Исаака. Вот, продолжение этой темы, на самом деле, потому что, смотрите, как интересно. Последнее, на чем хочу запомнить, Никодим, да? То есть, Господь их действие, мы ему проговорим. А Никодим еще не понял. Он ушел и ничего не понял. И он встречается в Священном Писании еще два раза. Первый раз, в седьмой главе. В седьмой главе, когда спрашивают в Синеприоне, обсуждение идет, да? И он предлагает, что давайте узнаем вообще, что этот человек хочет. Может, он что-то отдельное предлагает? И он говорит, ты что, его ученик? Смотри, как бы тебе не досталось. И последний раз, после распятия, он приходит к Пилату уже от Фринта. Вот, смотрите, интересная очень сцена. Первый раз Никодим приходит ко Христу ночью, в страхе, и ничего не понимает, что такое родица свыше. Второй раз, считайте, он приходит ко Христу днем, в свете дня, рискуя собственную жизнь, ему уже это не интересно, собственно, жить. То есть, он просит тело Христово, явно говорит, что он ученый Христа, вместе с Иосифом и Европейским. И тем самым делает себя ауксайдером, да? То есть, он это такой культурный самоубийство или социальный самоубийство, как хотите называть. То есть, в первом эпизоде он ничего не понял, а в втором эпизоде видно, что начался процесс в нем, понимаете? Начался. И с чем этот процесс связан, смотрите, как интересно, композиционно. Он связан с Христом, с умиранием Христа. То есть, Никодим появляется и действует по-новому в ситуации, когда Христос три дня уже был, когда Христос уже умер, он в смерти, да? Вот тогда Никодим появляется. То есть, это, опять же, намекает на то, что крещение без страсти, без страсти невозможно. И Никодим приходит к пониманию то, о чем говорит Христос на собственном опыте, когда прикасается, когда соучаствует в смерти и погребении Христа, он будет в воскресенье участвовать в престоле. Ну, понятно, да, вот эта идея. Это в самой композиции, как бы зашифрованной Евангелем, эта идея, она подчеркивается. Вот, когда звик у него все равно уже был, если все равно между этими вот этими две эпизодами, он к людям все равно приходит. Ну, да, да, конечно, конечно. То есть, когда с Богом попробовали какой-то процесс. Да, 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 да. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Да, да. То есть, он не боится, он что-то делает, а может, как это интерпретировать, он как-то работает, что-то вот он усмысляет. Фух! То есть, каждый сказанное уменьет на себя сам. Да. Как это родиться-то? Да. Помолимся. Помолимся. Да. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за просмотр!